Дорог в областном центре Дорог в областном центре стало больше без больших ям и других дорожных дефектов, но вот исходя из того, что для страны у нас две основных проблемы, дураки и дороги, да, проблема дорог, видимо, чисто техническая такая, она отходит на второй план, все-таки 75% в нормативном состоянии, но зачастую, простите, дурацкая организация дорожного движения, вот мы с тобой вспоминали один из самых насыщенных загруженных перекрестков в областном центре, где действительно бы не помешало подумать, а может быть как-то, ну, те же светофоры, иначе перенастроить, имеем в виду Чёрса и Поповую улицу, да, все верно? Да, потому что я жила там, когда запустили путепровод, и там не было этой пробки до того, как не перенастроили светофоры, соответственно, вот, скажем так, на мой дилетантский взгляд, проблема не в ширине проезжей части, а исключительно в регулировщике дорожного движения. А еще я замечаю в последнее время, знаешь, в городе, когда сидишь за рулем и движешься, огромное количество водителей у нас не соблюдают правила проезда перекрестков в части полосности. Да, это, и при этом, мне кажется, проблема усугубляется. Висит стрелочка только прямо. Нет, ряд прямо машин идет, которые поворачивают. Существенный транспорт очень часто так делает. То есть, сейчас, например, вот этот перекресток, где ведутся работы Азина, Карла Маркса, Комсомольская, вот этот вот, и там троллейбусы, они прямо уходят налево из крайнего правого ряда, то есть, которые, по идее, там стрелка только направо. Вот они прямо из них даже не из среднего, а вот прямо из последнего ряда уходят. Ну что они могут сказать на эту претензию? И говорят, собственно, да, регулярно, как отвечают. Нам же нужно график соблюдать. Ну, они ведь график друг другу так и портят. Потому что, вот если, например, взять ту же самую улицу Щерса, да, Щерса производственная, другой перекресток, который тоже всегда там пробный. И вот этот правый ряд. Я думаю, не одинокий, да. Я там каждый день езжу, поэтому там можно вместо йоги, занятий вот в этой пробке стоять и силу духа и концентрации там тренировать. И вот общественный транспорт, который, то есть, вот он подъехал к остановке, тут же начинает от него отъезжать, высаживает людей на проезжую часть. То есть, это постоянно. Они даже не пытаются подъехать к этой остановке. И вот едут, например, там два-три троллейбуса, еще три-четыре автобуса, и начинаются вот эти перестроения. Так представь себе, сколько нужно времени, чтобы автобус сначала в один ряд заехал, потом в другой ряд заехал. Насколько останавливается этот ряд? Ну, габаритный транспорт, да. У него не быстро получается. Таким образом, ты тормозишь своих же коллег, которые едут за тобой, вот трое там, их четверо. Ну, то есть, это замкнутый круг. Вы сами себе портите этот график, не кто-то. То же самое, как раньше говорили, вы не попали в пробку, вы и есть пробка. Это мы еще не упоминаем водителей легковых автомобилей, которые заведомо проезжают в левом ряду прямо до самого перекрестка, затем начинают перестраиваться. Вот на Щерса, где стоит знак движения по полосам? За метр до перекрестка, я не знаю, за два. Что-то я не припомню. Он стоит очень далеко, то есть, он практически у самого перекрестка. Хотя, его можно повесить у выезда от магазина мебели или автосалона или что-то еще. Там ряд, да, больших торговых точек. Повесьте его там. Слушай, мне кажется, не поможет. Там хоть визуальные предупреждения, хоть звуковые, не знаю. Но в других, более крупных городах активно у нас идет наказание водителей как раз за несоблюдение... Это ведь 5 тысяч, по-моему, если я правильно помню. Не, 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 за полосу все-таки поменьше. Несоблюдение полосности, я думаю, что будет у нас активно внедряться и фиксация в том числе этого нарушения. Может быть, это как-то исправит ситуацию. Но вот многие предпочитают по доброте какой-то душевной спокойно пропускать. Я? Не тот человек. А, ты не пропускаешь. Как говорится, не в мою смену. Через меня не пролезешь. Еще очень много обочин, которые сыпятся. Это прям тоже, кажется, проблема, особенно на узких улицах, типа той же Ульяновской. То есть она сама по себе узкая. И она с каждой неделей становится только уже, потому что с обеих сторон просто осыпается обочина, просто уничтожается асфальт. Она его прям пожирает. Я не знаю, это как лангарьеры какие-то. Может быть, технология там не сублена. Обочина не укреплена как следует. Обочина не укреплена просто. И где-то в середине лета приехали люди, насыпали в эти дыры, которые образовались по обочинам щебня, которые благополучно. Вот уже вот, что у нас сейчас, середина августа. Это весь этот щебень растворился. А еще осень впереди. Да, еще осень впереди. С ее активными дождями. И вот эти ямы, самое ужасное, что они на перекрестках, они на поворотах. И то есть получается, что поворот приходится выполнять практически, выезжая чуть ли не на встречную полосу, чтобы не угодить в эту яму. И, в общем, претензий все равно много, на самом деле. Хорошо. Давайте к следующей нашей теме переходить. Будем удаляться из города в зеленые зоны, в леса, в садовые участки. Мы договорились обсудить сейчас текущую ситуацию с укусами клещей жителей нашего региона, областного центра, районных центров. Статистика постоянно поступает от управления Роспотребнадзора по нашему региону. И статистика говорит о том, что в этом году мы снижаем цифры по числу пострадавших от кровососов. Но в то же время у нас большое количество случаев клещевого вирусного энцефалита и еще больше случаев клещевого боррелиоза. Я сейчас посмотрел быстренько ситуацию в целом по Российской Федерации. Примерно она такая и есть. В этом году меньше случаев, но очень распространены эти упомянутые заболевания. Не порадовал случай смерти. Месяц назад это произошло в Хабаровском крае. От клещевого энцефалита погиб 14-летний подросток. Как такое вообще возможно? То есть, видимо, был укушен, не был привит и настолько стремительно развивалось заболевание, что привело к летальному исходу. Я знаю, бывают такие случаи, когда не замечают сам факт присасывания клеща, не замечают, что он отпал. И потом уже медикам на основании симптомов приходится делать выводы о том, что... Что-то не так, тем временем состояние человека ухудшается. Любовь Басарыгина с нами на связи. Начальника дела эпидемнадзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Приветствуем вас в прямом эфире. Мы активно говорили и предупреждали жителей города и области о том, что нужно защищаться при поездках на природу, в лес, в сады и огороды. Но вот уже практически конец лета, как-то немножко тему мы эту подзабыли, но вы-то безусловно держите на контроле. И официальные данные говорят о том, что по-прежнему клещи представляют большую опасность, а у нас сейчас сезон, и, в общем-то, вдоволь и грибов, и ягод, и люди активно сейчас идут и едут в леса. Ну, давайте традиционно начнем со статистических данных, какие вы сейчас показатели отмечаете. Ну, вот по итогам прошедшей недели, то, что уже проведен анализ заболеваемости, у нас с начала сезона за медицинской помощью обратилось более 18 тысяч человек. Из них 2494 – это дети. Если сравнивать у нас с вами с показателями для аналогичного периода прошлого года, то здесь, конечно, у нас количество обращений снизилось на 20%. Но при этом, если посмотреть со средним многолетним уровнем для данного периода, здесь, конечно, показатель по укусам у нас примерно 25% выше данного показателя. Причем, если посмотреть по заболеваемости клещевым энцефалитом, то по сравнению с прошлым годом у нас значительное снижение для данного периода, уже на 20% заболеваемость ниже. Если в прошлом году на аналогичный период было зарегистрировано у нас 98 случаев клещевого энцефалита, то в данный момент это 74 случая. Но, конечно, настораживает достаточно высокий удельный вес детского населения. Практически 19% от всех заболевших – это дети. В настоящий момент у нас зарегистрировано уже 14 случаев клещевого энцефалита среди детского населения. По клещевому боролиозу здесь мы видим значительный рост по сравнению и с аналогичным периодом прошлого года, и со средним многолетним показателями. У нас уже зарегистрировано с вами 198 случаев клещевого боролиоза. В основном это все взрослые. Дети у нас составляют 8% от всех обратившихся. При этом, что настораживает, когда мы проводим анализ причин, по которым человек заболел, то в основном видим, что либо человек снимает клеща и не относит на исследование, и не идет не обращаться к врачу за назначением профилактики данного заболевания, либо не замечают о том, что у них есть клещ, то есть не помнят, что их клещ кусал, либо просто обращаются, например, за медицинской помощью, но потом пренебрегают теми рекомендациями, которые дают врачи. И таких пациентов у нас практически 80%. 80%? Такое большое количество. Да, почему-то на самом деле не относятся многие жители нашей области серьезно к таким проблемам, как инфекции, передающиеся клещами. Она для нас очень остра. Я думаю, тут своевременно будет напомнить, еще раз повторить, проговорить. Если пострадавший сдал клеща, ну не если, а вот он сдал клеща, у нас СМС-информирование там, как известно, присутствует, да, результат приходит нам на мобильный телефон. Если там какой-то из параметров дал положительный результат, как дальше человек должен действовать? Есть ли возможность избежать вообще заболевание? Конечно, необходимо. Вот если человек снял клеща, он должен обязательно обратиться для того, чтобы сдать этого клеща на исследование. А в том случае, если какой-либо, как вы сказали, возбудитель у нас выявлен, в обязательном порядке необходимо обратиться за медицинской помощью, либо если у человека есть страховка, то там прописано, куда он может бесплатно обратиться за медицинской помощью, либо по месту жительства свою в поликлинику, но это необходимо сделать обязательно. У нас на данный момент боррелии выделяется в 50% всех исследованных клещей, то есть половина клещей у нас. То есть каждый второй, да, становятся перемещениями. Вирус клещевого энцефалита у нас, вот вирусоформность клещей, здесь я в районе 1%. Даже при такой вроде бы, кажется, небольшой вирусоформности, у нас очень высокая заболеваемость. При этом даже если у вас, скажем так, вы сдали клеща на исследование, а клещ оказался отрицательным, например, на клещевой энцефалит, в любом случае мы рекомендуем обратиться за медицинской помощью и для назначения профилактики в медицинское учреждение. Дело в том, что у методов, которыми исследуют, скажем так, клеща, есть тоже свои пороги чувствительности. И есть такие случаи, в том числе и случаи заболевания среди детей, когда, например, клеща исследовали, клещ отрицательный, но проходит определенное время, то есть период, инкубационный период, человек заболевает клещевым энцефалитом, у него появляются признаки. Поэтому в любом случае обязательно необходимо обращаться к врачу, поскольку только именно врач уже определит вам, сможет определить вам правильно и грамотно те профилактические мероприятия, которые вам необходимо провести, чтобы не заболеть, либо направит вас к врачу-инфекционисту. А сколько вообще инкубационный период Любовь Александровна составляет? Ну, по клещевому энцефалиту это трехнедельно, в среднем, то, что мы смотрим, признаки могут появляться от нескольких дней, в среднем, ну, 10-15 дней. А по баррелезу? До трех недель. По баррелезу? По баррелезу примерно так же оно будет. А смотрите, а если, например, часто бывает, что люди пытаются сами этого клеща извлечь и теряют его. Вот если насекомое, которое нужно исследовать, нет, но он уже присосался, человек знает, что его клещ укусил, тут есть ли необходимость в какой-то профилактике или остается только ждать симптомов с учетом того, что вот этого насекомого-то нет? В любом случае необходимо обратиться к врачу. И уже на месте врач, к которому вы обратитесь, он вам определит полный, скажем так, круг мероприятий, которые нужно провести. Но ни в коем случае не надо сидеть, просто ждать. Да, должна быть настороженность у вас, обращать внимание, как вы себя чувствуете, но к врачу сходить, лучше всего сходить. Это береженого Бога бережет. А есть ли какая-то градация по времени года, когда клещи более заразны? То есть мы знаем, когда они более активны, скажем так, в начале сезона, в основном, когда они уж совсем на людей набрасываются по несколько штук, а вот именно в плане заразности? Нет, такой градации у нас нет, и от времени года, скажем так, заразность клещей никак не зависит. У нас зависит количество выявленных случаев заболевания от активности клещей. Чем выше активность клещей, тем, соответственно, больше случаев заболеваний, которые они переносят, мы регистрируем. Но у нас активность достаточно широкая. Мы в случае, первый случай укусов регистрируем и в марте, а последний случай мы порой регистрируем и в ноябре. Да, у нас наиболее, скажем так, активные периоды, это май, июнь, и сейчас мы видим уже снижение активности, то есть в среднем у нас в неделю регистрируется от 300 до 500 случаев укусов клещами. Но, скажем так, менее заразными клещи от этого не стали. Температура окружающего воздуха, последние жаркие солнечные дни, они каким-то образом влияют на насекомых? Как-то принято считать, что чем жарче, тем вероятность меньше. Или это опрометчиво это утверждать? Ниже активность. Активность клещей, она зависит не только от температурных, скажем так, условий, но и от времени суток у нас клещи более активны в утренние часы. То есть за грибами стоит ходить осторожнее с утра? Ну, если позже пойдешь, там... И грибами вообще не клещей, а грибов. Не клещей, а грибов. Что касается районов области, есть ли районы, которые более благополучны, есть ли которые меньше в этом году? Ну, обычно перечень районов, где наиболее высокая активность, она у нас одна и та же. Как мы уже говорим, это у нас более-таки лесные, более северные районы. Это у нас Афанасьевский район, Слободской район, Норичевский район. Очень высокая активность клещей в этом году. Районы, прилежащие Кирову, Лузский, Подосиновский, Юрианский. Вот такие районы. Конечно, в более южных районах, в таких, например, как Вятские поляны, или, например, Уршум, мы видим немножко другую картину. Там количество укусов на порядок ниже и, соответственно, заболеваемость на порядок ниже. Еще одна немаловажная тема, и мы видим эти сведения в официальных сообщениях, в Управлении Роспотребнадзора надо напоминать все-таки об опасности еще и не кипяченого козьего молока. Не правда ли, да? Снова у нас фиксируется именно этот путь заражения людей. У нас элементарный путь заражения клещем-цефалитом регистрируется каждый год. В этом году у нас уже 4 случая подтвержденные. Все у нас граждане пили, скажем так, козье молоко из личных, из своих подсобных хозяйств. И, соответственно, почему-то многие считают, что если вот коза своя, вот ты ее видишь, она только у тебя, значит, она ничем заболеть не может. К сожалению, клещ точно так же может укусить козу, и она будет через молоко выделять вирус, который, если данные продукты пить некипячеными, или, например, употреблять в пищу необработанный термический, например, творог из этого молока, то, конечно, заразиться можно, и риски очень велики. Четыре, да, вы сказали, человеку уже в этом году? Да. Да, да. Дети среди них есть? Конечно, есть и дети, есть и взрослые. Когда, ну, например, целая семья, да, просто пила это козье молоко. И действительно, зачастую визуально трудно распознать, да, найти на козе, что к ней клещ присосался, или, может быть, он уже... Ну, я сомневаюсь, что он, да, и животных-то проверяют. Или он был, но, собственно, уже все, он насосался, извините, и отвалился. Ну, вряд ли кто-то из хозяев будет осматривать каждый, например, полтора-два часа свое животное на наличие клещей. А, Любовь Александровна, вот в связи, вот в этом году ранее достаточно начало сезона, насколько я помню, там, в конце марта, по-моему, да, у нас в этом году первый случай был. Да, мы говорили об этом, там, в предпоследний, по-моему, 29 марта у нас фиксировался на первый случай, если меньше боюсь. Вот это раннее начало сезона, оно повлияло на количество пострадавших? Оно повлияло на то, что у нас, скажем так, сместился процесс активности. То есть, мы видели очень большую активность клещей апрель, май, и где-то уже со второй половины июня мы стали наблюдать снижение активности клещей. Ну, и, соответственно, если сравнив с прошлым сезоном, то наибольшее количество заболевших мы увидели в том числе в мае, уже в мае и в июне. Да, да, ну, успеем еще задать вопрос, есть у нас еще несколько минут. Что касается профилактики вакцины? Чуть позже к профилактике, если можно. Тоже такой вопрос родился. А список мест, где наибольшая вероятность столкнуться с клещом, он как-то вот меняется в течение теплого сезона. Но мы помним, что у нас в мае, например, дачные участки у нас превалируют, сады, огороды. А затем... Извините, переползают они куда-то в более другие места? Может быть, люди переползают в другие места. Не знаю, ближе к водоемам, может быть. Да. Вот, понимаете, вот, скажем так, те мероприятия, которые проводят нашими муниципалитетами, то есть это проведение коррецидных обработок, скажем так, в общественных местах, где чаще всего встречаются люди, они, конечно, позволяют снизить количество клещей на данных территориях, соответственно, мы видим снижение резко и количество укусов. с вещем, конечно, в течение сезона мы наблюдаем, что, например, на кладбище стало укусов у нас меньше, но количество укусов на дачных самих участках, на каких-то придомовых территориях частных домов, оно, к сожалению, у нас каждым годом данный процент остается достаточно высокий, то есть в районе 60% у нас жителей, которые обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей, указывают на то, что клещ именно к ним присосался на территории, ну, своего, например, частного дома. Мы прекрасно понимаем, что администрации на таких территориях не могут проводить коррецидные обработки, соответственно, у них клещей меньше не становится. Ну и, соответственно, у нас остается достаточно высоким количество укусов, в том числе при посещении гражданами наших лесов, например, либо при выходе в какие-то места отдыха несанкционированные, где, скажем так, приблигающую территорию администрация не обрабатывает. А вообще, если говорить о Кирове, о самом, выделяете как-то в отдельную статистику укусы именно в общественных местах, то есть на территории города, в парке, да? В земленной территории. Статистика, конечно, проводится, но общий итог мы, конечно, подводим уже по окончанию сезона. А так у нас еженедельно, в еженедельном режиме наши циангены и эпидемиологии после того, как они проведут анализ информации, поступающей из лечебных учреждений по поводу укусов, они нам дают статистику, где больше всего, скажем так, жители нашего областного центра регистрируют количество укусов клещей. Вот еще раз говорю, в основном на данный момент это свои дачные участки. А на следующем месте после дачных участков кладбище, парки? Нет, в парках у нас сейчас не регистрируется практически абсолютно никаких укусов, они у нас и окашиваются с вами, они у нас с вами два раза были обработаны за этот сезон, поэтому второе место у нас после дачных участков это вот именно выход, скажем так, на природу и несанкционированные места отдыха. Понятно. Ну и профилактика, пара минут у нас есть о том, чтобы напомнить, нужно будет начинать вакцинацию. Как самый эффективный способ это вакцинация. Вакцинацию можно проводить в течение года, но наиболее, скажем так, благоприятные периоды это начало в осенний период, то есть когда можно будет к весне уже получить две хорошие прививки и потом провести или вакцинацию через год, либо можно по экстренной схеме проводить вакцинацию в весенний период, но при этом желательно, конечно, закончить вакцинацию, то есть получить хотя бы две прививки до начала активности сезона, поэтому лучше всего либо с осени, либо ранней весной начинать вакцинацию. Слушайте, у меня еще такой вопрос, а если человек даже вакцинирован, ему все равно все-таки надо там издавать клещей на анализ или он прям может быть вот стопроцентно уверенным, что его эта зараза не затронет? Ну, у нас ведь не только вирус клещевой энцефалит переносит клещи у нас с вами, а еще есть, скажем так, три нехороших возбудителя, в том числе и клещевой боррелиоз, от которого вакцинации нет и сдавать клеща, конечно, надо, чтобы понять, необходима ли профилактика других возбудителей. Спасибо большое, Любовь Александровна, Любовь Басарыгина с нами была на связи, начальник отдела эпидемиадзора управления Роспотребнадзора. Еще раз, да, пока лето не закончилось, пока в целом теплый сезон не закончилось, не закончилось, напомнили всем нам о том, что нужно осторожнее быть при посещении лесов, других озелененных парков, скверов, дачных участков и так далее. Ну, думаю, все мы прекрасно помним, что если нашли, нужно обращаться в непосредственно медицинское учреждение, которое у нас работает круглосуточно, у нас есть на территории областного центра, да, пожалуйста. Закрываем эту тему, да, уходим на рекламу и вернемся уже с другой. Беседовать с деловыми людьми нам помогает салон ателли классических итальянских костюмов Марка Гби Антони на Каллипник на 70-1. Это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей, костюмы для торжеств и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон и услуги химчистки премиального уровня. Эстетика в каждой детали. Это Марк Би Антони Карл Липник Т71 рядом с театральной площадью телефон 295-777. И впереди у нас еще около 20-25 минут программы Дневной разворот и новая тема, как мы ее проанонсировали. Это помощь в сборе, в школу для детей различных категорий жителей областного центра. Традиционно на протяжении многих лет эту работу проводит отделение в нашем городе российского детского фонда. И о том, чтобы в очередной раз напомнить нашим жителям о том, что они могут проявить вот такое милосердие, самые добрые порывы души, мы пригласили к нам Валентину Иванову, председателя правления Кировского отделения российского детского фонда. Валентина Павловна, добрый день. Добрый день. Жаркая пора у вас в фонде, как обычно. Очень жарко. На труда 57. Традиционная акция «Здравствуй, школа» стартовала уже с началом августа. Давайте еще раз напоминать, что можно, как можно помочь, что принести, каким образом поддержать ребят. Поближе к микрофону, пожалуйста. Я думаю, каждый кировчанин, наверное, прекрасно понимает, что нельзя допустить того, чтобы какой-то ребенок в Кировской области остался без того, что необходимо сегодня в школу. Но, к сожалению, есть семьи, которые не в состоянии подготовить своего ребенка к школе, потому что в семье не один школьник. В ситуации разные бывают. А цены сегодня на школьно-письменные товары, ведь вот нам 35 лет детскому фонду, я помню, когда карандаш простой стоил, две копейки, да, потом уже пошли-пошли, эти цены-то настолько стали увеличиваться, тетрадка ученическая копейки стоила, а сейчас она шесть рублей. И сколько таких тетрадей надо только на одного ученика? А давайте спросим. Да, давайте. Маму школьников, первоклассников. Ты вот меня сейчас очень подставляешь, потому что я еще ни одной тетрадки не купила. А что касается собрать первоклассника, это целая, понимаете, эпопея, потому что то, чего только не потребуется. Но не забывайте, мамочка первоклассника, вы придете первого сентября с комплектованным рюкзаком, а что вам сразу же скажут, и это еще надо, и это еще надо, такая-то тетрадь, такой-то альбом, а эта ручка не подходит, а эта тетрадь не подходит. Поэтому, понимаете, уважаемые кировщане, что вот не случайно, как говорят, мы объявляем эту акцию, и объявляем эту акцию не первого сентября, а вот, видите, за месяц, и длится она будет у нас до 30 сентября, потому что опыт подсказывает, как всегда, в школе требуется очень много, а у родителей этого нет. Что нам надо? Что нам надо? Вы знаете, все то, что необходимо сегодня школьнику, это самое главное. Мы не претендуем и мы не можем помочь крутыми рюкзаками, мы помогаем необходимым только школьно-письменными принадлежностями, это самое главное. Это тетради, причем тетради нужны, как правило, клетка и узкая клетка, и маленькая клетка, с правой стороны это самое, поле, с левой стороны требования такие. Тетради все нужны, и общие тетради уже стали требовать уже с третьего класса общая тетрадь должна быть. Нам нужны обязательно это все краски, карандаши, ручки, причем не по одной ручке мы вручаем всегда это ребятам. Альбомы для рисования разные, 20 и 40 листовые. Требуется бумага, цветная бумага, причем двухцветная, белый картон, цветной картон. Я могу перечислять до бесконечности, потому что... Такой список расширяется, по-моему, с каждым годом. Понимаете, не то слово, расширяются, и требования, и требования расширяются не только сам по себе. Раньше одного альбома хватало на весь учебный год, а сегодня нет, не хватает этого. Но мы, я еще раз говорю, нам хотя бы отправить каждого ребенка в школу. Категория тех, та категория, которая к нам обращается, я вообще по характеру наивный человек, я все думаю, что вот каждый год, ну, зачем? Какую-то помощь оказывать через социальную защиту, какие-то указы, приказы, помочь этим семьям. Но, увы, нам... Меньше не становится. Да. И мы, вот поверите ли мне, только мы провели 1 июня, провели выпускной бал для воспитанников детских домов, это конец июня, а к нам уже идут. А когда принимать будете заявление на школьные письма и товары? Понимаете? И я опять думаю, значит, опять не забывать надо, а надо готовиться к этому. Валентина Павловна, давайте напомним, какие категории могут рассчитывать на эту помощь? Рассчитывать могут. Там как-то подтверждать нужно свой статус или что? Обязательно. Понимаете? Во-первых, иногда бывает так, он человек и обеспеченный, но, извините, почему бы тут это не прийти и не получить? Поэтому мы уже встречаемся в связи со сложившимися обстоятельствами, сами понимаете, все дорого, и не так мы. Как говорят, богаты в этом плане. Мы определили. Это опекунская семья. Семья, где бабушка, дедушка воспитывают, вот взяли на внук или внучку, и причем не одного, а пенсия только небольшая, поэтому это обязательно мы берем. Причем мы запрашиваем это все, не просто сами, запрашиваем управление опеки и попечительства и города, и районов области мы запрашиваем и говорим. Количественно, сколько их, да, у нас? Конечно, конечно, вот в этом плане, чтобы было это объективно. Кроме многодетная семья. Сегодня многодетная семья, она достаток у каждой семьи по-разному. А вот многодетная семья обязательно должна быть малообеспеченной или статусом многодетной семьи достаточной? Малообеспеченная. А еще и малообеспеченная. Малообеспеченная, естественно. Где среднедушевой доход, как говорится, официально ниже прожиточного минимума. По малообеспеченной мы сегодня говорим, вставайте на учет в социальную защиту. Вставайте. Там у них соответствующие льготы, вы будете их получать. И вам должны выдать удостоверение. Вот с этим удостоверением, где вы признаны, они по цвету разные. Малоимущая семья многодетная, да, да, мы будем оказывать помощь. Поэтому вот эти семьи категория. Опекуны. Опекунские, многодетные, малоимущие. Мама-одиночка. Это обязательно. Она, это мы знаем, что мама-одиночка, у нее есть соответствующие документы. Ну и папа-одиночка, если вы... Да, у нас есть папа-одиночка, у нас, например, много таких пап, которые один воспитывает троих-четырех детей, да. Вот эта категория. Семьи с детьми-инвалидами. Он школьник, порой, как говорят, мама только по уходу за ним, получая зарплату. Их пенсионная, только его пенсия. Теперешние лекарства, и куда, чего только не надо, поэтому мы идем навстречу, и всегда этой маме мы окажем помощь. Что касается семей, семей, детям, военнослужащих. Понимаете, мы не откажем, но, но сегодня создан фонд защитников отечества, сегодня есть союз этих помощи семьям вот этих. Опять-таки же, мы сотрудничаем с ними и говорим, потому что... Они же вроде бы зарплату получают, нет? Военнослужащие, ну, получают, но так или иначе, фонды-то существуют. Фонды-то, сейчас созданы фонды. Льготы различные приняты, льгот очень много, льгот очень много для них, поэтому там, где есть у них созданные свои организации, мы именно говорим, подчеркните, что касается в городе, наверное, здесь в городе вот эти семьи больше получают и больше видят, а ведь у нас семьи есть в районах области, которые порой об этих льготах не узнают, до них никто не донес, и остается эта семья, папа там сражается, а они, значит, здесь. Поэтому, опять-таки же, работа не только со службами социальной защиты, работа с органами местного самоуправления, нашими активистами, кто там есть, мы это все запрашиваем, и я еще раз говорю, это мы оказываем. Не надо, не отторгаем, и мы прекрасно понимаем. Сельская школа. Несколько деревень, в этой сельской, опорная сельская школа, несколько деревень, где есть школьники, в эту опорную школу их привозят каждый день, там или бабушка одна, а родители уехали на заработки, или мама, папа недостойно ведущие, а ребенка надо. И когда директор школы, это пишет послание из этой сельской школы, что Валентина Павловна 1 сентября, а у меня они придут без тетради, без ручки, безо всего, мы эти школы знаем, и мы давно с ними сотрудничаем. То есть это уже даже не со стороны родителей, а со стороны руководства школы, да, бывают вопросы? Конечно, конечно, я понимаю, сельская школа, ведь даже, вот смотрите, говорили о сельской школе, у нас давно это существует, вот такая акция и работа, мы детский сад, который находится при малокомплектной сельской школе, там всего-то деточек в детском садике, может быть, 10, может быть, да, но игрушек нет, книжек нет, а их надо готовить к школе, им нужна тетрадь, как писать, как карандаш, ручка, мы эту категорию не забываем, мы понимаем, что это надо протянуть руку помощи, поэтому, вот, как говорят, мы это все, свою категорию зная, не случайно, и я у кировщан прошу прощения, что я опять снова обращаюсь за поддержкой, помощью, что вы уж прощение, просить благое дело, люди, когда приходят, то есть все, уже человек точно, у него есть какой-то статус, он может рассчитывать на помощь, вы формируете какие-то наборы, или человек просто берет недостающие? Нет, нет, вот у нас, как заведено, мы вот с 28 числа, августа, мы начнем в самом детском фонде выдавать, вот составлен список, вот все, 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 тот ассортимент, которым мы располагаем, заявление есть, у нее указано в заявлении 5-й, 6-й класс, 1-й класс, детский сад, и вот они предъявляют заявление, и мой сотрудник выдает, ага, в 1-м классе такие тетради, он уже набирает там, да, не целый, там может быть 5 тетрадей даст, вот только для 1-го класса, там в клетку, в линию, там и других, вот в зависимости, мы знаем, какие требования необходимы именно 1-го сентября для каждого класса, и вот таким образом мы выдаем, что касается, вот если в район нам отправлять, то мы опять-таки же, мы в своем заявлении, или там в письмах, которые пишут, у них указаны классы, и мы согласно вот этих, согласно количеству учеников, мы энное количество, там 30 карандашей посылаем, 40 ручек, 50 альбомов для рисования и тому подобное, мы это все учитываем. А что касается тех, кто покупает, не тех, кто нуждается, а тех, кто... Ну, кто нам оказывает помощь, кто оказывает помощь. В каком формате можно эту помощь оказать? Можно прийти... Если какой-то минимальный объем, который... Может, сразу вот проговорим, лучше самим принести, или все-таки... Или деньги отдать. Если мы говорим... У нас объявление везде написано. Можете делать денежные пожертвования. Почему? Потому что, во-первых, у нас со всеми фирмами, кто торгует вот этими школьными письменными товарами, они дают нам скидку. И я на эту скидку еще могу купить. Понимаете? Поэтому отдайте лучше. Потом я куплю то, что мне надо, чего у меня сегодня не хватает в складе. Да, у меня может быть излишки тетради каких-то, но у меня не хватает карандашей. Здесь мы регулируем сами внутри уже. Когда я имею деньги, я уже заказываю это. У нас есть партнеры, и я им низко кланяю, партнеры, которые, понимаете, постоянно... Из года в год участвуют в сборе. Они собирают сами у себя в коллективе деньги. На эти деньги, Валентина Павловна, что надо купить. Мы им этот перечень даем, определяем, как ориентировочный для себя, сколько количества нам надо, и они нам привозят. Это уже готовые ассортимент. Есть организации, такие организации, которые у себя в коллективе, например, будут комплектовать портфель первоклассника. Папка, и они для первоклассника приходят в магазин, вот надо 10 комплектов для первоклассника. И они нам вот этими комплектами приносят. Что касается уважаемых пенсионеров, ветеранов. Вот есть у них ручка, они порой нам приносят в тетради ручки, карандаш, можно сказать, 1970-го года. Тетрадка Светоча выпущена, вот понимаете, в тесте советов. нашел, да, что-то такое. Он нашел, и он приходит еще, знаете, с извинениями. Извините, вот я не мог, а вот, да я низко кланяюсь, он проявил, он услышал, он понял, он эти может, это, поэтому вот я обращаюсь, когда я чиновникам говорю, но вот вы не забывайте, что ваша зарплата и зарплата тех, вот кому мы собираемся помогать. Ну, протяните вы нам руку помощи. Вы протяните, помогите, перечислите нам какую-то сумму или принесите в кассу детского фонда. А сейчас спокойно, ведь штрих-код. QR-код. Да, или как он называет, QR-код, да. Перечислить, приложите и скажите сумму. Я вижу на сайте, да, нашего отделения российского фонда. Вся эта реквизитная контактная информация есть, в том числе, QR-код, да и номер телефона тоже можно напомнить. Это все указано. 65-14-66. Номер телефона нашего отделения российского детского фонда. Труда 57. Вы традиционно располагаетесь. До самого конца сентября это будет акция проходить. Здравствуй, школа. Уже идут? Помогают? Конечно. Да. Конечно, мы уже закупили товар, мы уже отправляем товар в отдаленные районы. У нас это уже идет работа, потому что не складывается все на последнее время. Мы ведь готовимся еще и к праздничному мероприятию, посвященному дню. Неузнание. Неузнание, да. Это традиционно. Где тоже, придя в театр, вот у нас в частности театр на Спасской, нам дарит спектакль благотворительный. Мы перед этим спектаклем на Спасской проведем игровые, мастер-классы, как бы заведем ребят вот таким. Уходя, каждый какой-то получит не только сладкую там шоколадку, но еще что-то будет вложено. Упомянули вы, да, сельские школы, какие-то малокомплектные. Что касается вот воспитанников детских домов, они на полном гособеспечении или им тоже приходится помогать? Я считаю, что я, вернее, я все время говорю, я и власти говорю, это сиротское государственное учреждение, и оно должно быть обеспечено, но, увы, я не буду называть сейчас школу, я не буду называть интернат, потому что им эти услышат, в Министерстве образования это устроят не знаю чего. Возможно, стоило бы, да, устроить? Почему вы обращаетесь? Почему вы обращаетесь? Она и вынуждена не только в детский фонд, она и отдать должность сегодня, ведь каждый детский дом имеет сегодня своих шефов, подшефных. Попечителей. Да, партнеров. И я могу назвать вот школы, которые, вернее, руководить, ну, у школ, которые прямо приводят туда. И я горжусь, я всегда говорю, подскажите нам, мы хоть благодарственное письмо им, без нашего ведома, но проявляют такое внимание к своей подшефной школе. Это хорошо. Так, Здравствуй, школа! Это не единственная акция, не единственное мероприятие, которое организовано Российским детским фондом. На сайте вижу у вас еще и благотворительная ярмарка «Щедрый склад». О, это да. Давайте про нее тоже немножко. А вот... В чем суть заключается? Вот ярмарка «Щедрый склад», мы ее назвали, мы уже проводим давно и несколько лет это. Вы нам приносите хорошую одежду, вы приносите нам хорошую обувь. Порой приносят нам кировщане и с этикетками, да? Разного возраста, начиная от новорожденного и кончая там пенсионным старческим возрастом. Ну, это в складе у нас, значит, как говорят, находится. Кто приходит, показываем, даем, предлагаем, отправляем. Вот накапливается такой товар. Сейчас, вот мы проводили, вот в этом году уже, это вторая ярмарка, проводили в апреле месяце, перед Пасхой, да? И вы знаете, я вам хочу сказать, вот в течение, наверное, трех недель дверь не закрывалась. Мы не только вот эту новую с ярлыками приносят одежду, но приносят хорошую поддержку в плане. Один раз одели, один раз обули, они в хорошем состоянии. Приобрели, не подошло там. Да, естественно. И мы просто вот, особенно у кого дети, растущие дети, мы говорим, ведь эти плавочки, эта майка, сколько она стоит в магазине? Вы лучше на эти деньги купите ребенку игрушку или сок, а возьмите вот эту, подерживаю, в хорошем состоянии. Мы вам дадим и стиральный порошок, постирайте. Но ребенок растет, через неделю он уже вырос, понимаете? Вот такое одежда мы накапливаем, накапливаем, и вот делаем развал. Вот у нас позволяет площадь склада, зала. Мы делаем вот этот развал. Выложить все, что накопили. Да, выложили здесь футболочки, здесь маечки, здесь школьная форма, здесь, и приходят у нас, и вот, как говорят, мы тоже контролируем, какая семья пришла, и на самом деле, да. То есть тоже статус нужен? Нуждающийся. Нет, да, 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 когда вот у нас чего-то не хватает, ну вот школьной формой сейчас, говорим для, да вот может быть вырастет, ну давайте уж оставим, потом вырастем, мы вам еще тут найдем. Да, давайте более конкретно, более адресно, да, вещь пойдет. Поэтому вот это, вот такой развал мы устраиваем, мы выкладываем не только одежду, обувь, мы выкладываем книги, потому что население несет хорошие книги, эти мы приобщаем всех к чтению, и вы знаете, говорят, ой, как хорошо, а то в магазине-то там, предположим, этот конек-горбунок, сколько стоит. Сколько сейчас стоят детские книжки в том числе, да. Поэтому вот такая ярмарка, которая, я считаю, во-первых, они же приходят здесь, не только это, и где-то иногда порой стоят, обмениваются родители, говорят, ой, да подождите, вам, да у меня есть такое, я вам, давайте я принесу, а вы в детском фонде возьмете. Вот это тоже самое общение позволяет. Одежду можно приносить вот именно детскую или взрослую вы тоже принимаете? Мы принимаем, вот сегодня я говорю, нам, вот в данный момент, мы принимаем для малышей, и для малышей, для новорожденных у нас много, даже новой одежды. А у нас не хватает одежды, начиная с шестилетнего возраста и подростковой, вот это начиная примерно подростковой и девочкой, и большинством. Ну, в общем, младшие классы и среднее звено. Да, и среднее звено. Это вот тот возраст, когда дети начинают изнашивать вещи, то есть вот уже по наследству не остаётся. А когда с малышков-то там много, да, действительно хорошей одежды. Вот мы говорим, нам вот этого не хватает, поэтому я вот, кто меня слышит, приносите, мы сейчас и школьную форму примем, и вот костюмчики для мальчиков, для девочек, потому что они в хорошем состоянии. А одежду нужно предварительно куда-то отдавать, там, для обработки в химчистку, ещё что-то, или вы этим уже сами занимаетесь? мы это не проверяем, мы проверяем чистоту её принесут. Да, порой, извините, мы видим это, ну, чего мы говорим, вот сдайте в химчистку, как и мягкую игрушку. Мы принимаем мягкую игрушку, но сдайте, пожалуйста, приведите её в порядок, где разорвано за шейте, голову при шейте, и голову кукли, это иногда принесут, и говорят, а вы отремонтируете. Это не принимаем. Чтобы глаза были на месте, ручки на месте, а вы возьмите, ну, да, правильно. Нет, мы уже сейчас позволяем себе заставлять культуру вот этого дарения. Не перекладывайте эти, на нас эти обязанности. Нет, потом, это в первую очередь не уважаешь самого себя. Конечно, доведите до конца. Не уважаешь самого себя, когда несёшь вот это, или принесут, да, вот оторванный рукав, курточка, так вы пришейте, да нет у меня возможности. Я просто помню, да, одно время, когда начали, ну, то есть не только там Российский детский фонд, но и другие благотворительные организации выставлять требования к одежде, да, к каким-то констоварам, которые принимают. То есть констовары должны быть новые, одежда желательно тоже должна быть новая. И первое время было много возмущения. Как так? Я вот принёс свою вот эту поддержанную кофту, а её ещё и не берут. Я же пожертвовал от себя, оторвал. Проявите уважение. Когда-то деньги платили себе. Это не склад поддержанных вещей, ну, то есть не вещь, которую вы можете утилизировать, отнести просто потому, что вам некуда её деть, и вот вместо мусорного бака вы решили её выкинуть в Российский детский фонд. Это же не на переработку, это потом будет сдаваться, да. Это пойдёт людям нуждающимся. И ещё три минуты у нас есть. Областной благотворительный марафон «Спешите творить добро детям землевятской». Успеем за три минуты его тоже прогнозируем? Естественно, я просто... Мы этот марафон при поддержке губернатора ещё в январе месяце объявили этот марафон по всей области. Цель этого марафона привлечь всех, все здоровые, как силы землевятской, к творению добра. Не только... Ведь в основном благотворительность развита в областном центре. Что касается районов области, там тишина. И вот мы потихонечку, потихонечку, привлекая местную власть, привлекая вот... Сейчас вы смотрите, движение первых наставников, не поймёшь, чего у нас получилось много. Вот с добра начинайте, с умения творить добро. Найдите, посмотрите, рядом у вас человек, который нуждается, нуждается в вашей помощи, а вы проходите его мимо. Поэтому всех, всех, всех приглашаем всю Кировскую область. И богатых, и, как говорят, тех, кто не может. Любым участием. Станьте нашим волонтёром. Это ведь тоже большая помощь. То есть можно не принести что-то, а руками помочь. Своими силами, своими умениями. Вот сейчас с листовками у нас ходят волонтёры, вот распространяют листовки. Транспорт, возможно, там на машине кто-то может отвезти. Транспорт, да. О чём раздовольте? Мы чем угодно. И нам очень много помогает, особенно вот 1 июня, в этот Новый год, когда развозить подарки по семьям инвалидов, мы вот только таких ребят и приглашаем. А вот эти самые продуктовые наборы, которые мы опять сейчас комплектуем, армия волонтёров на своём транспорте по нашему списку будет развозить и в Кумёнах, и в этом самом Вятских полянах или в других городах, когда вот мы посылаем. Продуктовые наборы для семей? Продуктовые наборы для семей. Мы комплектуем эти наборы. Нуждающиеся, да? Да. Основной набор мы делаем обязательно. Это крупа, мука, сахар, масло, чай. То, что не быстро портится, да? То, что можно использовать. Консервы. Это всё, конечно, сладости мы делаем. Список благотворителей и вот именно организаций, с которыми вы сотрудничаете, он, Валентина Павловна, расширяется с каждым годом? Или это вот такой костяк остаётся? Во-первых, костяк. Ваши друзья многолетние? Во-первых, костяк, которые это уже постоянно, они никуда пока не исчезают. Да, бывает, кому-то трудно, вот началась там какая-то фирма или организация, они очень деликатно говорят, вот не можем, вот сколько помогали, столько, не можем. Ну, а в основном это члены попечительского совета, это крупные промышленные предприятия наши, это они у нас постоянно, и это... У меня туча, говорят, не минутча, я тут же звоню, а мне надо, и они уже никуда не денутся. Меня радует, знаете, радует то, что вот молодые предприниматели, молодые предприниматели, которые только что вот стали, и они несут что-то и делятся. Вот это меня радует. Значит, эти молодые люди живут в сегодняшнем времени и понимают прекрасно, творить добро, творить добро и тому воздастся. Спасибо, золотые слова. Валентина Иванова, председатель управления Кировского отделения Российского детского фонда. Дневной разворот мы на этом завершаем. Владимир Сметанин дарит пузливо, прощаемся. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин